Движение глаз очень тесно связано с тонусом разгибателей позвоночника. Когда вы поднимаете взгляд вверх, вы увеличиваете тонус разгибателей позвоночника, всех, от затылка до крестца. Если там есть какие-то слабые точки, то в области этих самых слабых точек, то есть смещения есть или смещения были, мышцы на этот импульс будут реагировать сильнее, чем другие мышцы. И опускать взгляд, это значит, наоборот, расслаблять разгибатели, а возвращать в горизонт, это возвращать в нейтраль. Итак, начинаем с ровного пола. Горизонт пола должен быть полным, ну как и любой горизонт, то есть отклонение в один градус считается критическим. После того, как мы это проверили, ставим туда стул, на котором собрались сидеть, проверяем его горизонталь, его поверхность на горизонт. Дальше смотрим на высоту, то есть сесть ровно, ладони кверху, руки на колени. Если между бедром и голенью есть угол 90 градусов, значит высота подходящая. Если этого угла нет, то смотря на сколько, но вообще сантиметр выше или ниже считается много. До где-то 5 градусов отклонение назад считается еще, телом считается, считается еще сидением. Поэтому поясничный упор, который здесь имитирован, но мне по высоте совершенно не подходит. Поясничный упор на стуле нужен бы. И без бы он нужен, потому что периодически полностью откинутся на стул. И вот здесь опять же нужны подлокотники, которые будут держать вес локтей. Это очень хорошо, это расслабляет. Постоянно в полулежачей позиции находиться сложно, потому что опять возвращаемся к влиянию взгляда на тонус мышц. Если вы далеко откинулись и опустили взгляд, то вы снизили тонус разгибателей, потом растеклись в бок. Я беру поверхность стола, и вот здесь у меня начинается выбор. Как я буду сидеть? Если мы говорим про рабочее место и компьютер, как наиболее широко распространенное, вся остальная мебель точно таки. У меня вес руки будет либо на подлокотнике, но тогда подлокотник локоть должен, собственно, поддерживать, либо вес у меня будет на столешнице. И тогда я должен к ней буду придвинуться. Плоскость стола я, разумеется, тоже проверил на горизонт. И в моем случае я бы взял выше стул, и мне потребовался бы выше стол. Но не спешите покупать стол, потому что если мы ставим монитор, то для 27-дюймового 4К-монитора расстояние должно быть от метра до полутора. То есть минимум до кончиков вытянутой руки. Если я сажусь вот так, локти кладу на стол, то кончики пальцев вытянутой руки вот настолько заходят за столешницу. Это до плоскости. И это минимум. То есть я бы предпочел еще дальше. Куда я здесь буду ставить монитор? Подстраивать свое тело под, если вот здесь 15 сантиметров занимает подставка, я соответственно отодвигаюсь. И да, я могу сидеть, если я прибежал на 5 минут, и что-то там поделать мышкой. Но долго я так не смогу. И на моем рабочем столе он намного вынесен. И я предлагаю вам всерьез задуматься о кронштейнах. Для того, чтобы вы могли тонко, до буквально миллиметра, подстроить высоту монитора, его там расположение, углы наклона и прочее. Почему это важно? Потому что для удобства нужно, чтобы взгляд приходил в плоскость, ну в матрицу, да? Так, чтобы 2 трети было ниже этой точки. Опять же, взгляд горизонтальный, разумеется. И треть выше. Тогда в угол зрения попадает треть и треть монитора. И если вам нужно, вы опускаете взгляд чуть ниже и возвращаете его в горизонт. Это принципиально. Конечно, если у вас много мониторов, то вы смотрите сами. То есть выбираете диагональ, выбираете крупность зерна. Это достаточно важно. Чем больше работаешь с цветом, тем интересно более мелкое зерно. Чем больше работаешь с текстом, тем более крупное. Ну, чтобы не прищуриваться, разглядывая. И, чтобы работать с клавиатурой мышкой, мне нужен коврик. И коврик нужен мне вот такой. Самый большой из тех, что есть. Почему? Потому что если вы вес локтей опираете на столешницу, то здесь уже через 2 часа, то есть на локтевых выставках, начинает образовываться пролежень. Пролежень – это сдавление капилляров между поверхностью и обычно выступающими какими-то костными частями. То есть это начинается с кожи и охватывает более глубокие ткани. Между прочим, фазы сна длятся по полтора часа. Ну, по моему мнению, как раз для того, чтобы у нас не было пролежней, чтобы мы переворачивались. Потому что с точки зрения мозга эти фазы как бы, ну, не имеют прямого обоснования. А вот с точки зрения кровотока имеют прямой, как раз там, цикл. Час-полтора-два максимум. Так вот, я, конечно, могу делать перерывы на движении, но гораздо лучше, если я буду делать перерывы. И плюс у меня здесь будет поверхность, которая обеспечивает температуру, мягкость для выступающих частей. Если вы управляете мышкой, то выгоднее, когда столешница повыше и локти чуть пошире. Так большая свобода движений, то есть можно работать, соответственно, кистью, локтем, даже плечом, насколько вам нужно двигать. Да, конечно, если я только печатаю на клавиатуре, то я бы брал стойку поуже, как бы, и локти держал на стуле. И периодически звучит вопрос про ноутбуки. То есть та позиция, если я ноутбук положил на стол, допустим, локти у меня на столе, то я вынужден смотреть гораздо ниже, чем 30 градусов от горизонта и печатать на узкой клавиатуре. Что вроде как будет с телом? Ну, с телом понятно, что будет. Оно включит компенсации. Все компенсации превратятся в спазмы. Рано или поздно вы будете эти спазмы разгребать. Поэтому с ноутбуками все хорошо. Лучший ноутбук это тот, который стационарный компьютер со всеми правильными углами. То есть док-станции нужны. Подсоединяйте ноутбук ко всему вот этому внешнему оборудованию и работайте за стационарным компом. Ноутбук вещь для дорог и когда она нужна для, как бы, ну, частого такого перемещения. То есть переводя с русского на наш, до часа подряд за ноутбуком, ну, в любой, в принципе, позиции тела, выдержит без всяких последствий и забудет это. Если вы вынуждены постоянно работать, то есть по многу часов каждый день, за позой приходится следить. Соответственно, то, о чем я говорил, нужно выполнять. Невыполнение – это нагребание себе потихонечку проблем, накопление спазмов.